Среди своих сверстников Даниил лучший вратарь. Сегодня он играет в школьной команде на новой футбольной площадке. А на будущее у подростка есть амбициозные спортивные планы. Футбол для него это не просто увлечение, это наука, искусство и спорт. Мне нравится в футбол играть, потому что там очень интересно сам себе развитие игры. То есть интересно кто выиграет, потому что там может игра повернуться вообще. Могут выигрывать, потом могут резко проиграть. Я бы хотела достичь уровня сборной России. В школе номер 139 реализуется программа инклюзивного образования. Даниил и его команда помогают своим друзьям, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, встать на ноги. Ведь для детей-инвалидов очень важно быть наравне со сверстниками и в жизни, и в учебе, и в спорте. От того, как скоро они окажутся в среде здоровых ребят, зависит их будущее. В психологии детей и родителей, которые учатся у нас инклюзивно, у них самый главный посыл это быть как все. И поэтому, когда они выходят на футбольное поле, в спортивный зал, и вот наравне, вот сейчас видите, что играют ребятишки, так сказать, с нормой физической и с ограниченными возможностями здоровья. Есть ребятишки, я знаю, которые вот здесь с нарушениями опорно-двигательного аппарата сейчас играют на поле. Я знаю, что один из них вообще не мог ходить. Он сидел на коляске. Сейчас он играет за эту команду «Крылья мечты». Вокруг этого мини-футбольного поля еще проводится благоустройство. Работы завершатся к первому сентября, а на искусственном газоне уже идут тренировки. Преимущества таких занятий ребята оценили. Хорошие условия – это счастье не только для учеников, но и для учителя. Будет все отлично. С хороших настроений будем ходить на работу, потому что сейчас работали все, всегда все в основном в зале. Здесь была асфальтированная площадка, здесь невозможно было там тренировать детей, потому что, ну, дай бог, кто-то упал, что-то какая-то травма, еще что-то. А это все-таки школа, это не спортивное учреждение. Тут уже по-другому будет рейти. Здесь трава, мягкая зона, то есть, я думаю, здесь меньше будет травм и приятнее будет заниматься. Сегодня у каждого подростка в Самаре есть возможности как для занятий физкультурой, так и для самореализации в спорте высоких достижений. Более ста площадок установили при образовательных учреждениях, и вот к началу нового учебного года оборудовали еще три. Сегодня спортивный интерес поддерживается за счет национального проекта «Демография». Основная цель федерального проекта «Спорт – норма жизни», чтобы физкультурой занимались больше половины россиян. Тогда звезды большого спорта будут выходить из народа, те, кто имеют талант, а самое главное – желание. Появление таких спортивных площадок, оно, безусловно, способствует тому, чтобы каждый ребенок смог реализовать свои способности для дальнейших занятий физической культурой и спортом. И, возможно, в дальнейшем и на самом высоком уровне. На пришкольных площадках будут заниматься ученики и из соседних учебных заведений. Кроме того, это хорошая база для проведения соревнований разного уровня. Олег Зверев, Константин Головин. События.